Приветствую вас. Для начала, прежде чем отвечать вам на ваш вопрос, надо бы определиться с тем, что мешает вам найти желаемое, что мешает вам найти свое дело, дело в жизни, призывание, хороший доход. То есть, есть ли какие-то блоки, если есть блоки, то какие, их нужно разобрать. Очевидно, что до того, как прийти к нам, да, прийти сюда, вы пробовали что-то делать, совершали какие-то действия, поступки, пытались, 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 но ничего не получилось, ничего не получилось. Вот, и в итоге обратились к нам. Соответственно, ваши ошибки, ваши действия нужно проанализировать, исследовать, чтобы понять, что пробовали и почему не получилось. Возможно, это даст подсказку к тому, что же блокирует вас за процессом реализации. Это первое. Второе. Вы говорите, значит, как найти свое предназначение. Знаете, вот, ну, довольно нереалистично в современных реалиях звучит слово предназначение. В плане того, что, простите, ну, а-а-а-а, простите, но, кто предназначает? То есть предназначение означает, что есть судьба. Предназначение означает, что есть определенные, ну, как бы, определенные рамки вашей жизни, да, предопределенность. Вот. То есть предназначение означает, что вы, по сути дела, не свободны в своих действиях, в своем поведении и так далее. И вы так хотите? То есть предназначение берет вот это вот само слово, да, само понятие, берет, как бы, корни, берет начало из мудрости, из мудрости веков. И вы ориентируетесь на мудрости веков. Зачем? Для чего? С какой целью? Где вам это идет на пользу, а где вам это вредит? Что вы подразумеваете под, допустим, ну, по пользой, а что подразумевается под вредом? Вот. Это нужно подумать. Ну, об этом. Об этом нужно подумать. Вам. Дальше. Дело в своей жизни. Опять же, тоже звучит как-то, ну, довольно-таки в отрыве от реальности. Потому что человек меняется в течение жизни. И дело его жизни, соответственно, ну, тоже может меняться. Это нормально. Поэтому говорить о том, что есть какое-то вот дело в жизни, которым человек будет заниматься в целом жизни, ну, значит, достаточно негативно оценивать человеческий потенциал и возможности каждого из нас. Дальше. Значит, вы пишете призвание и хороший доход. Ну, призвание это и в той же сфере, что и труднозначение, и в той же сфере, что и дело в своей жизни. То есть, ну, просто, чтобы вы понимали. То это все слова-то, по сути, слова-синонимы. Разницы между ними никакой абсолютно нет. Вот. Мед этими словами разницы абсолютно никакой, никакой. Значит, хороший доход. Здесь, конечно, уже поинтереснее. Дело в том, что хороший доход и призвание не всегда способны сочетаться друг с другом. То есть, у человека может быть хороший доход, но это не то дело, которое его радует, которому он радуется, которому он чувствует реализацию и так далее. Это дело, которое просто помогает ему зарабатывать деньги. Что в нашем мире, вот, то есть, ну, как бы, к этому можно относиться, ну, в общем, по-разному, да? То есть, как бы, как бы, ну, можно относиться к этому негативно, да? Вот. Как угодно, но это реальность, это реальность, реальность, она вот такова, что в нашем мире очень многие вещи направляются, соответственно, деньгами, вот, и если человек работает, пытается получать деньги, вот, то, соответственно, не обязательно, что он начал свое призвание. И наоборот, человек может работать на любимой работе, вот, но при этом, при этом чувствовать, что у него есть хороший доход, он не будет. Он не сможет. У него не получится. Вот. Как бы, негатив ли это? Да. Нормально ли это? Для, ну, для, ну, людей, для их деятельности, для их, для их существования, да, это нормально. Нормально. Подобная история, подобная позиция, нормально. К сожалению. То есть, очень, очень часто вот так, ээээ, ну, бывает, что... человек имеет, эээ, наше, любимое дело, да, вот, любимое дело человек имеет, а доход, оно ему, как бы, ну, не приносит. Вот. Ну, тут, как бы, уже, что по, эээ, здесь уже выбор, выбор человека. Именно его выбор. Что, ну, что он сам для себя решает. Да. То есть, чему предпочтение отдать, эээ, лучше, здесь. И вот это то, что вам нужно уже понять, эээ, теперь. Что, доход, доход, и, эээ, призвание, доход и призвание, вы сможете, эээ, сместить, далеко не всегда. К сожалению. Поэтому нужно быть готов, готовы к тому, чтобы, соответственно, ну, не рассчитывать на то, что обязательно будет, там, и, эээ, и доход, что обязательно будет и призвание, вот, что обязательно будет все. Вот, рассчитывать, рассчитывать на это, эээ, не стоит. Вот. То есть, вам нужно определить, что для вас важнее, важнее. Что для, что для вас прям важно. Важнее доход? Хорошо. Ориентируйтесь на доход. Важнее призвание? Хорошо. Ориентируйтесь на призвание. Ну, вот. На что угодно, на что угодно, лишь бы, лишь бы только, эээ, ну, чтобы вы сделали свой выбор. Ну, чтобы он был, этот выбор. Понятно, да? О чем идти прежде? Вот, эээ, примерно так, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Понятно, что, есть, тонкости, ну, есть, как бы, много тонкостей, это понятно, я надеюсь. Ну, пока, пока, пока вот так. Эээ, чтобы, 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 деятельность, эээ, приносила удовольствие, нужно, чтобы, во-первых, она, ну, деятельность, соответствовала вашим интересам, то есть, соответствовала вашим ценностям, представлениям о том, как это все должно происходить, ну, в жизни, я имею ввиду. Эээ, отвечать вашим ценностям, вашим, эээ, принципам, важным взглядам, с одной стороны. И, с другой стороны, это, как правильно, эээ, мой коллега, эээ, сказал, да, эээ, с другой стороны, это, ээээ, то, что, у вас лучше всего, лучше всего получать. По сути. Если вы будете за этими вещами следить, да, то есть, если вы будете следить за тем, вот, хорошо у меня получается, там, ну, что-то или то-то, или то-то, да, вот, ну, то или другое, эээ, вот. То уже можно будет, эээ, о чем-то говорить. Вот уже, вы, вы уже сможете, эээ, ну, подкорректировать, эээ, то, что с вами происходит. Ну, вы уже сможете, эээ, что-то сделать. В общем, вы уже сможете регулировать это, управлять этим. А если, сможет этим управлять, то, соответственно, я полагаю, что и проблем, в общем, не будет. Или, или, может быть, и будет, но, всех будет гораздо меньше, эээ, чем, чем сейчас. Гораздо, ну, все. И вы точно, вы не будете мучиться, эээ, что вам делать, эээ, куда, привозить свои силы, ну, и так далее. О. Другое дело, что, да, для этого требуется, эээ, определенная работа. В частности, работа по, эээ, снятию, снятию блоков. Которые, эээ, у вас, эээ, вероятно, имеют место быть. Вот. Ну, эээ, говоря, блоки, Говоря о блоки, я имею в виду Именно Препятствия. Вот, вот. Почему не получается? Почему не получается, эээ, найти свою призовую? Что за, что за этим стоит? Конкретно. Конкретно. Что получалось, но не получалось. Кстати, эээ, еще интересный момент. А, для чего вам, для чего вам? Эту. Ну, то есть. Зачем? Вам найти, находить свое призвание? Чтобы что? Ну, да. То есть, ну, чего, чего сделаете? Всего считаете, вот. Эээ. Вот. Эту. То есть, вы же, как бы, вы же, эээ, хотите, эээ, чего, вы же хотите, ээээ, какого-то результата? По итогу-то. Вот. Вам же, ээээ, нужен, эээ, результат. То есть, вам нравится, ээээ, вам нравится результат, не процесс, а результат. Понимаете? Вот. В том и проблема, что вы ориентируетесь не на процесс, а на, именно, именно результат. Попробуйте ориентироваться на процесс. Процесс. Вот. Ну, пока что. Пока что. Пока вы не консультируетесь с, эээ, с психологом. Вот. Вот так. Я думаю. Так. Я думаю, можно... Вам ответить. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Еще год в последний раз. Продолжение следует...